Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о событиях, которые изменили жизнь республики. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Цены ниже, доступность выше. В правительстве не оставляют надежд сделать сельхозрынок самым популярным у покупателей. Перелом процесса. Суд арестовал двух подозреваемых по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На тропе войны с автоинспекцией. Житель Черногорска Александр Медигалиев пытается в суде доказать нарушение людей в погонах. Десятки тысяч долларов были спрятаны в кустах. Охотой инспекторы обнаружили тайник иностранных браконьеров. Управляющие компании должны пройти сертификацию. Очередные законодательные новшества призваны навести порядок в сфере ЖКХ. Сельхозрынок в Абакане должен оправдывать свое название. Виктор Зимин назначил Министерство регионального развития единственным куратором данного проекта и поручил ему сделать рынок действительно популярным как у сельхозпроизводителей, так и у покупателей. Сельхозрынок – детище Виктора Зимина, который давно мечтал о том, чтобы в Абакане появилось место, где фермеры и крестьяне могли бы торговать напрямую, без посредников, и не тратя много денег на аренду места. Покупатель бы получил свежий, натуральный, доморощенный продукт, причем дешевле, чем в других торговых точках. Для открытия рынка была расчищена территория бывшей автоколонны и построен новый павильон. Однако год его работы не оправдал ожиданий покупателей. Стоимость продуктов не сильно, а то и вовсе не отличалась от других рынков. В марте там побывал Виктор Зимин, и он тоже остался недоволен увиденными ценами. В последствии глава республики не раз возвращался к вопросу и требовал убрать перекупщиков, однако до последнего момента ситуация кардинально не менялась. В Минрегионе, похоже, уже знают, как им действовать. Ведомство всерьез говорит о понижении цен на некоторые продукты до 20%. Как при этом не потерять поставщиков и когда ждать обещанных скидок, мы выяснили у министра Сергея Новикова. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Итак, сельхозрынок передали видение вашего министерства. Что это значит, что Минсельхоз не справился со своей задачей? Абсолютно не так. На самом деле, рынком управляли мы совместно. То есть, это Министерство сельского хозяйства, Министерство регионального развития. Я бы даже по-другому расставил акценты. То есть, получается, у нас Минсельхоз свою задачу по поставкам продукции выполнил в полном объеме. Сейчас необходимо настроить работу рынка. Тут нюанс. То есть, Виктор Михайлович четко поставил задачу, что продукция должна стоить на 15-20% как минимум дешевле, а может быть и больше. И, соответственно, у сельхозпроизводителя должен быть такой прямой доступ на полку. То есть, всегда он может приехать, получить торговое место и поторговать. Поэтому мы понимаем, что нам нужно развивать. То есть, во-первых, это отработать еще раз со всеми фермерами, производителями продукции, может быть, даже с частными подворьями, довести до всех информацию, что каждый день на рынке есть свободные места. Каждый день любой сельхоз, товаропроизводитель может приехать, взять место в аренду, поторговать мясом, поторговать овощами, поторговать фруктами. Вторая задача – сделать продукцию дешевой, дешевле, чем в розничных сетях. Здесь мы тоже совместно с Министерством сельского хозяйства этот вопрос будем отрабатывать. Каким образом мы можем это сделать? Да, интересно, как вы будете это все делать? Особенно, что касается насчет цен. Ведь плата за аренду места, она, я понимаю, максимально низкая по сравнению с другими торговыми точками. Но мы так и не видели, чтобы это отражалось на ценах. Те же рыба, колбаса от наших производителей, там стоят так же, как на других рынках. Овощи, да, они дешевле стоят, благодаря тому, что сейчас и сезон, и фермеры могут сами туда приезжать. А вот другие продукты… Будем разбираться с переработчиками, в первую очередь, все, что касается колбасных изделий, молочки. Значит, смотреть, каким образом складывается цена, какую продукцию они предлагают оптом. И будем рекомендовать цену, по которой, значит, необходимо продавать на республиканском рынке. Не надо зарабатывать суперприбыль, мы предлагаем зарабатывать людям на обороте. Как мы это видим? Безусловно, реклама рынка будет дальше продолжаться. Мы должны как можно больше покупателей привлечь. Сейчас прорабатывается вопрос, уже буквально в этом месяце мы запустим нашу сельхозкооперацию, кооперацию именно на рынке. То есть ряд продукции будет самим рынком закупаться в уставной деятельности, это предусмотрено. Соответственно, будет минимальная накрутка, и по минимальной цене эта продукция будет предлагаться в продажу. Мы не собираемся конкурировать с нашими клиентами, с теми же самыми фермерами, но планируем, что это будут реально социальные цены, по которым любой человек может приобрести. Мы планируем также запустить систему скидок. Социально незащищенные слои населения, это пенсионеры, это инвалиды, другие группы, многодетные, соответствующими удостоверениями могут получать дополнительную скидку при предъявлении удостоверения. То есть мы считаем, что это тоже будет работать. Все, что вы перечисляете, это как бы хорошо для нас, покупателей. Но вы не боитесь, что фермеры и сельхозпроизводители, они просто откажутся от того, чтобы выходить на этот рынок? Потому что все говорят, что им сейчас ронять нынешние цены невыгодно. Им просто будет нерезон ездить из Багратского района, из Устебаканского сюда в Абакан и тратить на это время и силы свои. Это очевидно, что продавцу всегда ронять цены невыгодно. Я понимаю фермеров, я понимаю продавцов, которые хотят продать свой товар по максимальной цене. Это нормально, так и должно быть. Но тут не стоит забывать, что выпадает очень важная цепочка, которая в основном и делает такую накрутку на товары. Это посредник. То есть у нас есть возможность, и мы предлагаем фермерам, вы продайте товар подешевле, но вот эту вот, значит, прибыль, которую зарабатывает посредник, оставьте себе. Здесь должен быть четкий баланс, когда будут довольны и фермеры, ну и, соответственно, и покупатели, которые придут и увидят товар именно по дешевым ценам. Уже появляются сообщения, что будут автобусы ходить из сел специально до этого сельхозрынка. Вот об этом расскажите еще, может быть, какие-то у вас такие интересные моменты запланированы. Ну вот смотрите, то, что касается доступности, мы считаем, что на рынке очень удобная парковка. То есть 200 мест, 200 мест под автомобили, мало в каком магазине такая парковка есть. То есть нет проблем с этим. Сейчас очень много покупателей приезжают на автотранспорте как раз закупать продукты. Это первое. То, что касается автобусных маршрутов, совместно с Минтрансом, также этот вопрос проработан. Еще 2-3 маршрута, которые будут привозить непосредственно покупателей и дачников, чтобы реализовать свою продукцию с близлежащих населенных пунктов, они будут запущены. То, что касается других направлений развития, безусловно, мы должны развивать уличную торговлю, потому что площадь у рынка очень большая. Такая территория в центре города уникальная. Здесь нужно тоже сделать упор, чтобы у всех была возможность, особенно в пиковое время, когда массовый сбор урожая, каждый мог реализовать из дачников свою продукцию. А вы как покупатель ходите на этот рынок? Я хожу на рынок. Что нравится? Нравится то, что продукция свежая. Всегда можно у продавца выяснить, кто произвел эту продукцию, с какого она хозяйства. Посмотреть документы. Мне нравится, что на рынке очень хорошая логистика. Рынок находится в центре. До него удобно добираться. Соответственно, очень удобное расположение торговых мест. Нет никакой толкучки. Все доступно. Можно посмотреть. Соответственно, цена. Однозначно. Сам хожу, сам являюсь постоянным клиентом. Проблем никаких не вижу. Но есть нюансы, которые необходимо дорабатывать. Это очевидно. И последний вопрос, Сергей Николаевич. Какие сроки вы для себя ставите по снижению цен и по введению этих социальных скидок? Потому что, прежде всего, это людей волнует. Срок установлен главой. В течение двух месяцев этот вопрос решить. То есть у нас получается сентябрь-октябрь. Я думаю, что в конце октября мы уже увидим реальную работу. Вас пригласим. Посмотрим, как работают именно социальные скидки и какое есть снижение. Спасибо. Я благодарю вас за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо большое. Во вторник суд арестовал экс-директора Саяна-Шушенской ГЭС Николая Неволька и бывшего заместителя главного инженера станции Евгения Шерварли. Оба входят в число обвиняемых по делу об аварии 17 августа. Громкий процесс длится пятый год. Однако суд впервые принял столь радикальные меры в отношении подозреваемых. Дело в том, что все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Однако Неволька и Шерварли не раз покидали пределы республики и даже страны. Теперь ближайшие полгода они проведут в СИЗО. Как надеются родственники погибших сотрудников ГЭС, это ускорит рассмотрение дела, ведь суд до сих пор не подошел к заслушиванию показаний обвиняемых. Кроме того, так как в августе 2015 года истекает срок давности, было принято решение проводить заседание ежедневно с понедельника по пятницу. Добавлю, всего на скамье подсудимых семеро руководящих работников Саяна-Шушинской ГЭС. К событиям из жизни ГЭС мы еще вернемся, а пока о другом деле. Добиться справедливости в суде намерен и житель Черногорска Александр Медигалиев. В прошлом выпуске мы рассказывали его историю. Мужчина стал жертвой произвола автоинспекторов, и если бы не запись регистратора, он вряд ли бы доказал факт должностного преступления. На этом скандал не исчерпан. Подробности у Елены Крыловой. Сегодняшнее дело в Черногорском городском суде скорее дело принципа. Водитель против произвола инспекторов. Напомню, 30 июня между Александром Медигалиевым и двумя лейтенантами ГИБДД произошел конфликт. Патрульные остановили машину. На просьбу открыть багажник водитель законно попросил пригласить понятых. Реакцию полицейских зафиксировал видеорегистратор. Мужички, я выйду, ноги убили. Вы залег на свадь, пока не расстреляете эту тучуку. По решению прошлого заседания водитель обвинен в неподчинении сотрудникам и отказе от медосвидетельствования. Оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1 год и 8 месяцев. Именно отказ от медосвидетельствования сегодня и есть предмет спора. Сам Медигалиев уверяет, что анализ ему и не предлагали. И вот самый интересный момент – допрос свидетелей. В суде они представлены как понятые на составлении протоколов дежурной части. В целом их показания почти совпадают. Но самый любопытный и простой вопрос – что все-таки было в багажнике – ответ у них разный. Я помню, что в багажнике было коляска и бутылка цитона. Ну вот, видимо, большая стояла коляска, колеса какие-то перевернутые. И все, больше ничего там не находилось. Да, в детской коляске у меня присутствовало в багажнике. Но там лежало несколько канистров с антифризом, так как мне предстоял ремонт автомобиля. У меня рассыпалась помпа. Вот они там у меня ездили. Больше в багажнике, видимо, ничего там не могло лежать. По информации ГИБДД понятые были остановлены случайно. По стечению обстоятельств оказалось, оба они внештатные сотрудники. А сам Медигалиев уверяет, что допрашивали его в дежурной части и вовсе без свидетелей. А эти – подставные. Что касается инспекторов, ударивший ногой водителя лейтенант Толстихин уволен из органов. На него заведено дело за превышение полномочий. А вот его напарник Пилюгин получил строгий выговор и продолжает службу в органах. Того сотрудника, которого оставили на службе, он сидел мне на голове и бил мне кулаком в лицо. Я еще раз повторяю это непосредственно. Я и на суде тогда сказал об этом, и сейчас говорю. Я согласен пойти на детекторы лжи. Но только не в структурах МВД Хакаси, потому что, извините меня, в самом деле, они действуют одним способом. Составляют лживый протокол. Уже известный в деле момент видео с регистратора в машине Медигалиева инспектора удаляли, но его восстановить удалось. Теперь и нет записи камеры наблюдения в дежурной части. Как, собственно, велся допрос. Она уже удалена. Полиция дала ответ на ходатайство, что хранится видео не больше семи суток. Пригласить свидетелей со стороны водителя суд отказался, потому как посчитал их заинтересованными лицами. Сегодняшнее заседание перенесено на 18 сентября. И сегодня адвокат обратился с повторным ходатайством к суду предоставить запись видеорегистратора патрульной машины. Она сейчас должна храниться в Республиканской госавтоинспекции. Это уже вторая просьба, но пока она остается без ответа. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Чем ближе холода, тем больше мы узнаем о готовности коммунальщиков к отопительному сезону. Одна из наиболее сложных ситуаций в селе Подсиние. Местная котельная, которая принадлежит птицефабрике, просто не сможет работать в сильные морозы. Сейчас на котельной работает всего два котла. Необходимо вдвое больше. При существующих резервах объект сможет обогревать Подсиние только до начала декабря. Столь худшей ситуации, говорят энергетики, в истории котельной еще не было. Оборудование, которому уже более 30 лет, требует регулярного ремонта. Однако этим летом работы были сорваны из-за банкротства собственника. Кроме того, на предприятии угля всего на трое суток. Энергетики работают буквально с колес, что привезут сразу в топку. Но в правительстве уверены, какой бы сложной ситуации ни была, собственник должен сделать все, чтобы котельная заработала в штатном режиме. Они обязаны это найти, обязаны выполнить. Для этих целей мы здесь и собираемся, и пытаемся их это заставить по закону выполнить. Они по закону обязаны это сделать. Положение в Подсинем давно беспокоит правительство. Однако прежний собственник никак не шел на контакт с властями. Сейчас, когда на предприятии новое руководство, чиновники надеются найти с ним общий язык. По итогам сегодняшней встречи, которая прошла за закрытыми дверьми, судя по всему, бизнес решил уйти от конфликта мирным путем. Приехавшая из Красноярска генеральный директор компании «Индюшкина» Жанна Кашина публично взяла на себя обязательство решить все проблемы с котельной. Сегодня нам показали, что есть проплаты по ремонту. С понедельника начнутся ремонтные работы. И ожидается, что к концу октября все ремонтные работы будут закончены. Помимо этого, руководство «Индюшкина» пообещало срочно решить кадровый вопрос. Сейчас на котельной не хватает 20 работников. И это серьезно влияет на надежность ее работы. Обещаниям от «Индюшкина» Минрегион пока поверил на слово. Но через несколько недель ведомство лично проверит готовность котельной к предстоящей зиме. На неделе иностранные браконьеры вновь дали о себе знать. Охотоинспекторы случайно нашли в лесополосе недалеко от Черногорска сразу 9 ценных птиц. Это соколы, балабаны и кречеты. Они были привязаны за лапы к деревьям. На голову им надели колпачки. Браконьеров на месте не оказалось, но инспекторам сразу стало ясно, кто и с какой целью держал здесь пернатых. Как правило, балабанов и кречетов в Хакасии ловят граждане арабских государств, где очень ценится соколенная охота. По некоторым данным, на черном рынке за ловчих птиц отдают тысячи долларов. В республике охотники за балабанами прописались давно. И с года в год МВД рапортует о поимке нарушителей. Одно из громких дел последних лет вела ФСБ. Браконьера из Сирии даже заключили под стражу, но потом выпустили под подписку о невыезде, и он скрылся. Сейчас иностранец находится в международном розыске. Факт обнаружения сразу 9 птиц говорит о том, что незаконный бизнес по-прежнему процветает в Хакасии. И во многом виной тому мягкость закона к таким нарушителям. Это Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. С 1 сентября управляющие компании поставлены в новые условия. Как считают специалисты, теперь им будет невыгодно пренебрегать своими обязанностями и гневить жильцов. Подробнее об этом мы поговорили с заместителем руководителя Государственной жилищной инспекции Алексеем Гусаченко. С 1 сентября вступили в силу изменения в жилищном законодательстве. В чем их суть? Неужели теперь управляющие компании станут лучше работать? Да, действительно, с конца июля 2014 года у нас вступил в силу федеральный закон 255-й. Этот федеральный закон ввел новое понятие, такое понятие, как лицензирование управляющих организаций. В чем суть данного закона? То есть каждая управляющая организация, которая действует на территории Республики Хакасия, обязана после 1 сентября получить лицензию. Срок установлен получения такой лицензии до 1 мая 2015 года. После этого срока, в случае не получения управляющей организации лицензией, деятельность будет считаться незаконной. Помимо получения лицензии, руководство управляющей организации должны получить квалификационные аттестаты, сдать экзамены и получить квалификационные аттестаты. Что подразумевает под собой сама лицензия? Это повышение непосредственно ответственности управляющей организации. Данный закон ввел новые санкции в отношении управляющих организаций за нарушение лицензионной деятельности. А насколько они жесткие, эти санкции? Какие именно организации касаются эти нововведения? Разные формы управления? Или выбрать способ управления управляющей организацией? Установлен срок до 1 апреля 2015 года. Если приводить пример, у нас непосредственно способ управления применяется в городе Черногорске. То есть для таких собственников, где в многоквартирных домах выбран непосредственный способ управления, наступают последствия в части перевыбора, выбора нового способа управления. То есть они должны в рамках этого срока сделать. В принципе, те, чьи дома обслуживают управляющую компанию, им не о чем беспокоиться. У них не будет новой головной боли в связи с этими изменениями. В том случае, после получения лицензии, когда управляющая организация получит лицензию, будет осуществлять свою деятельность, в случае нарушений, которые допустит управляющая организация, лицензия такая может быть аннулирована по решению суда. Если приводить конкретный пример, то есть если в течение календарного года управляющая организация дважды будет привлечена к административной ответственности за неисполнение предписания органов надзора, судом привлечена, то это основание для отзыва дома из реестра лицензий и в дальнейшем аннулирования этой лицензии. Если из общей площади обслуживаемого жилфонда управляющей организацией будет изъято 15 или более процентов, это будет основанием, является серьезным основанием для аннулирования лицензии по решению суда. То есть, проще говоря, если жильцы пожаловались, что их подъезд не убирается или не делается ремонт, это может служить основанием для отзыва лицензии или для административного дела? Да, это будет основанием, во-первых, для проведения проверки государственной жилищной инспекции в случае выявления нарушения выдачи предписания, а в случае невыполнения этого предписания уже непосредственно административные санкции через судебные решения. Ну, собственно, должно очень дисциплинировать, наверное, управляющую компанию. То есть, весь смысл этого закона заключается в том, что, во-первых, законодатель хочет избавиться от недобросовестных управляющих компаний, которые у нас функционируют, к сожалению, функционируют на рынке предоставления данных видов услуг. И, конечно же, в части увеличения штрафных санкций, увеличения ответственности, повышения, возможно, знаний непосредственно самих специалистов управляющей организацией, это повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Будем надеяться, что так оно и случится. Мы надеемся на это. Это был последний вопрос. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наш вопрос. Всего доброго. Сегодня в республике единый день голосования. Жители Аскийского, Бейского и Орджоникидзевского районов, а также города Сорска выбирают глав администрации. Также в Абакане проходит голосование, которое определит, кто займет два кресла в Верховном Совете, пустующие с прошлого года. В целом, избирательная кампания прошла спокойно, без эксцессов. Нарушений и провокаций в ходе агитации было немного. О предварительных результатах голосования смотрите в завтрашнем выпуске Вестей. Добавим, уже на следующих выборах в бюллетенях может появиться графа «Против всех». Федеральный центр дал регионам такое право с Нового года. До этого времени власти на местах должны определиться, вводить или не вводить голосование против всех. Мнения хакасских парламентариев на этот счет пока неизвестно. И на очереди наша еженедельная рубрика «Парламентский дневник». Хакассия поздравила соседний регион с юбилеем. Делегаты из нашей республики участвовали в праздновании столетия присоединения Тувы к России. Среди приглашенных – представители Верховного Совета Хакассии во главе со спикером Владимиром Штыгашевым. Зрелищные выступления в Туве продолжались три дня. Сватки национальной борьбы, концерты и выступления первых лиц России. В результате того, что Россия взяла под свое крыло Туву, тувинский народ смог сохранить свою самобытность, свою культуру, свой язык, веру своих предков. Председатель Хакасского парламента Владимир Штыгашев также поздравил соседей с праздником. И вместе с главой Тувы Шалбаном Караолом открыл памятник, пожалуй, самой популярной личности в истории современной Тувы. Основателю тувинской государственности, инициатору вхождения республики в состав России Мангушу Буян-Бадыргы. Кроме праздничных мероприятий, делегаты из Хакассии провели ряд деловых переговоров. Руководитель Верховного Совета встретился с коллегами из других регионов. Это законодатели из Новосибирской области, Бурятии, Тувы и Монголии. Встреча прошла в здании парламента республики Тува Верховного Хурала. Законодательные органы нашего сибирско-федерального округа в последнее время очень стали контактировать друг с другом. У нас со многими регионами сибирско-федерального округа, законодательными органами подписаны соглашения. Мы также обратились с письмом за подписанием соглашения между республикой Хакассия. Парламентарии обсудили общие для регионов проблемы, а также законодательные инициативы, которые в настоящее время рассматривают и принимают на сессиях. Кстати, наши кадры из Хакассии, отметил Владимир Штыгашев, сегодня успешно работают и в других субъектах России, в том числе и в Туве. Так, Комитет по аграрной политике и природопользованию Верховного Хурала возглавляет наш земляк Иван Чучев. Решаем общие вопросы Хакассии и Тувы, потому что мы два народа, мы братские народы, соседи, с самым близким, связанным узами. И у нас одна и дорога – Хакассия и Тува. Владимир Штыгашев в неформальной обстановке провёл переговоры и лично с председателем Верховного Хурала. Спикеры парламентов выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. В отдалённых районах Хакассии продолжается строительство детских садов. Накануне представители Верховного Совета Республики провели выездное совещание в селе Целинное Ширинского района. Там сейчас возводят новое современное дошкольное учреждение, рассчитанное на 120 ребятишек. Стоимость объекта – 120 миллионов рублей. Львиная доля денег из федерального бюджета. Законодатели темпами строительства остались довольны. Мы видим, что детский сад строится, знаем всю ситуацию. Мы постоянно контролируем, курируем этот вопрос. Сразу хочу сказать, что всю эту информацию мы ежемесячно направляем в Комитет Государственной Думы. Поэтому это также находится на контроле в Комитет Государственной Думы. Сейчас строители вынуждены работать практически без отдыха. Исправляют ошибки предыдущего подрядчика, который положил некачественный фундамент. Теперь приходится его ломать и возводить новый. Уже положены две подземные бетонные секции, частично начата кирпичная кладка. Очень, конечно, радуюсь, что пришла к нам новая организация, которая начала проводить такие действия по строительству. На сегодняшний день за месяц таких результатов я не видел еще ни в одном строительстве. Подготовлены также теплотрассы, система для проведения воды и очистные сливы. Из-за недобросовестного подрядчика потеряно драгоценное время, поэтому немного сдвигаются сроки окончания строительства. Но новые подрядчики обещают, уже весной детский сад распахнет свои двери для малышей Целинного. Мы к Новому году планируем начать отделку, благоустройство, наружку все. То есть это на теплый период все относится. В любом случае асфальт, детские площадки, малая архитектурная форма. До школьного образовательного учреждения ждут не только дети, но и взрослые. Своего детского сада в селе нет. Родителям приходится каждый день возить детей в районный центр. Так как я сейчас в отпуске, что жена работает, потом я уеду на работу, не знаю, как будет жена с этим справляться. Также очень удобно для родителей, у которых наконец-таки появится возможность трудоустроиться. Конечно, мы благодарны, что мы хотя бы начали строить этот садик у нас. Детский сад Целинном будет одним из лучших в республике. Двухэтажный, площадью 26 на 26 метров. Во дворе пять игровых площадок, внутри большой зал для занятий музыки. Игровые комнаты тоже просторные. Детский сад вообще для местных жителей теперь символ возрождения села. Целинном нет ни дома культуры, ни одного спортивного объекта. Школа в аварийном состоянии. Но несмотря на это, все больше молодежи остается жить на селе. Сейчас строится два десятка домов для молодых семей по государственной программе. Поэтому детский сад будет как никогда кстати. И снова к новостям о Саяно-Шушенской ГЭС. На этой неделе там прошли масштабные учения, в которых участвовали гидроэнергетики со всей страны. Кто и почему в итоге стал лучшим, расскажет Константин Кравцов. Имеется разрушение, возможность распространения огня. Идутся работы по обесточению Т1. Едва удерживая дыхание, он сообщает о крупной аварии на станции. Тут же эстафету подхватывают другие оперативники. Кто-то разматывает пожарные рукава, кто-то борется с пламенем. На счету каждая секунда. Лучше всех этот этап соревнований преодолевает команда Саяно-Шушенской ГЭС. Кажется, кому как не им знать, что такое крупная авария. На работе приходилось иногда. Поэтому мы всегда готовы к постальной задачи. Апиативный пенсионал должен действовать по любой вводной. Должен уметь, как говорится, все. Почему у нас на соревнованиях так много подэтапов? Правильное переключение апиативного пенсионала. Пожарный этап, санитарный этап. То есть оказать первую помощь необходимо. То же самое. Поэтому такие у нас подэтапы являются для апиативного пенсионала. Для этого этапа наши эксперты, инструкторы подготовили достаточно реалистичные травмы. Вот, например, мне оторвало пальцы руки. Вот мои пальчики. И я получила рваную травму головы. От такой картины не каждый медик сохранит самообладание. По легенде, в помещении произошел взрыв. Сразу несколько человек получили сильнейшие травмы. Энергетики, оказавшись первыми на месте, оказывают помощь. За каждое неверное движение команда получает штрафной бал. Не герметичная наложена повязка. Некорректное обращение с пострадашем. То есть на каждую травму у нас есть перечень ошибок, которые не допускаются. И за каждую ошибку, в зависимости от повреждения, определенные штрафные бал. Не меньшее значение на соревнованиях уделено и теоретической части. Найти ошибку в видеосюжете, построить правильную схему цепи. Пять дней лучшие оперативники, десяти ГЭС боролись за первое место. И вот впервые побеждает команда из Сибири. Саэна-Шушинская ГЭС, самая большая станция страны, имеет признанных профессионалов. Конечно, это хорошо. С другой стороны, это и повышенные требования будут к нам здесь. Скорее мы лучшие, значит, и работайте хорошо. А в эмоциональном плане? Как осознать это все тяжело. Видите счастливые лица? Ни одной слезинки. Впрочем, на этом конкурсе, как говорят, сами энергетики нет проигравших. Эти специалисты уже не раз демонстрировали свой профессионализм. Иначе быть не может. Объекты, как гидроэлектростанция, просто обязаны иметь только отличных сотрудников. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. Специалисты Саэна-Шушинского заповедника на этой неделе обнародовали уникальные кадры, снятые одной из фотоловушек. На них запечатлены детеныши снежного барса. Судя по снимкам, они родились в начале лета. Сразу три ирбиса – это бесценный дар природы. Сейчас на территории заповедника числится всего четыре снежных барса. Три взрослых самца и одна самка. Рождение троицы тем более важно, что в прошлом году в браконьерскую петлю попала самка, после чего погибли и ее котята. Численность ирбисов во всем мире катастрофически мала, и сейчас крайне важно уберечь их от браконьеров, чтобы снежный барс не превратился в легенду, а продолжал жить в природе. Именно это животное, напомню, изображено на гербе нашей республики. И это было последнее сообщение выпуска. Нашу программу вы также можете посмотреть на сайте вести-хакасия.рф. Приятных вам выходных и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok